Здравствуйте! В эфире программа «Транспорт и логистика» на Atomicent Business Channel. И я, ее ведущий, Олжас Иргбаев. Сегодня мы будем говорить о проблемах городского общественного транспорта. У нас в гостях эксперт в области общественного транспорта, кандидат экономических наук Марат Каирленов. Марат, здравствуйте! Здравствуйте! Для начала давайте посмотрим подготовленный нами тематический ролик о работе общественного транспорта. Сфера общественного транспорта сегодня переживает ряд проблем. Автоперевозчики находятся в сложной ситуации ввиду роста расходов и сокращения доходов. Высокий рост автомобилизации отрицательно влияет на транспортную систему столицы. Для улучшения ситуации в отрасли, в том числе и инвестиционной привлекательности, необходимо увеличение доходов. Основных источников, по мнению некоторых специалистов, два – это повышение цен на билеты или госсубсидии. Если брать соотношение заработных плат в регионах к стоимости проезда, можно отметить, что наблюдается достаточно устойчивая тенденция снижения доступности поездок на автобусе за последние пять лет на 15% до менее 2000. Аналитики называют несколько причин невыплаты госсубсидий, среди которых непрозрачность отрасли, что не позволяет выполнить требования бюджетного кодекса и размер структуры субсидий. Итак, Марат, что влияет на городскую транспортную систему? Там очень много факторов. То есть, если посмотреть за последние несколько лет, можно выделить несколько факторов, которые определили текущие состояния. Первое, как вы действительно отметили, сократились доходы. То есть, посмотрите, если стоимость билета в последние годы только растет, а с другой стороны, в долларах эта стоимость очень сильно снизилась. Допустим, 80 тенге несколько лет назад, когда курс 150 тенге за доллар был, это чуть больше 50 центов было. Сейчас 80 тенге, это уже в районе 25 центов. Почему это важно для городского общественного транспорта? Потому что они покупают автобусы, где за рубежом, это за доллары, да? А с другой стороны, техника ломается, надо покупать запчасти, где покупаем? Тоже за рубежом, соответственно, их цены привязаны к долларам, да? Соответственно, вот в таком выражении у них доходы очень сильно снижаются. Это вот первый фактор. Второй фактор, расходы у них очень сильно растут. Ну, самая простая, одна из крупнейших составляющих себестоимости, это цена солярки, да? Только два года назад она была 100 тенге за литр. 90-100 в зависимости от региона. А сейчас мы там увидим уже совершенно другие цены, там на 70% дороже, да? То есть и не факт, что цены еще там в будущем еще не повысятся. Вот поэтому у них вот зарплаты растут, да? В целом инфляция накоплена за эти годы. Марат, по вашему мнению, если уже накопился целый ряд проблемных вопросов, снижение доходов, увеличение расходной статьи, почему до сих пор не решается проблема субсидирования общественно-городского транспорта? Действительно, в законе у нас об автомобильном транспорте прописана эта норма, да? Что если, поскольку это такая общественная услуга, оказывается же, да, общество, и если тариф, который устанавливает государство, не окупает, соответственно, государство должно выплачивать субсидии. Есть методика расчета этих субсидий, правила, вроде все, вся нормативная документация есть. Но проблема в том, что отрасль непрозрачна. Вот все мы, по нашим оценкам, от 30 до 50 процентов населения крупнейших городов, 25 по крупнейших городов страны, оно пользуется городским общественным транспортом. И мы все видим, что не всегда дают билеты, да? Даже вот, допустим, в Алматы, там, передовой город, там, Астана, да, внедрили электронные билетированные, но мы все понимаем, что часть населения рассчитывается электронным, безналичным путем, да? Часть наличным. И вот эта часть, ну, там, десятки миллиардов тенге, непонятно куда уходит. Как сделать прозрачным? Соответственно, смотрите, если вы можете посчитать доходную часть, как вы не знаете, какую часть надо субсидировать, да? С одной стороны, вот, сказали, проблему решит вот электронное билетирование. Ну, мы с вами видим, допустим, на примере того же Алматы, как я уже говорил, часть населения рассчитывается карточками, безналичным путем. Эта часть прозрачна. Часть все-таки наличными, да? И эта часть непрозрачна. Решить эту проблему можно? Да, можно. Тут, можно сказать, два пути. Один вариант, который представляла, допустим, ну, Астана ЛРТ, да, помните, вот они предлагали сделать проезд вообще бесплатным для жителей и ввести новый, там, налог или сбор. По сути, это... С каждого жителя, да? Де-факто это налог на всех жителей. Это один путь. Другой путь, если посмотреть вот международный опыт, есть такие вот приборы, автоматические счетчики пассажиров. То есть мы, наверное, вот в быту все сталкиваемся, когда вы заходите, наверное, в торговые центры, какие-то в магазины. Мы видим, вот, как правило, при входе есть такие алюминиевые стенды, да, вот с двух сторон, это между ними пропущен лазер, и он считает просто, сколько посетителей было в торговом центре или в этом конкретном магазине, бутике. Для автобусов это не подходит, поскольку большой уровень искажений. Когда два человека вместе заходят, там не считают, неправильно считают. Поэтому вот за рубежом используют автоматические, оптические автоматические счетчики пассажиров. Они позволяют с точностью 95-98% точно считать, сколько вошло, сколько вышло пассажиров. И это делает отрасль прозрачной. Вот зная, сколько людей перевезли, соответственно, умножив на стоимость билета, там, с поправкой на взрослые дети, и внедрив электронное билетирование, мы можем сделать отрасль прозрачной. К сожалению, вот, не знаю, вот наши, там, Акиматы, почему-то, не знаю, может быть, они не знают про этот международный опыт. Может быть, они по разным причинам не хотят. Но, по идее, надо вот туда двигаться, вот внедрять автоматические счетчики пассажиров, и это решить, ну, сделает отрасль прозрачной. Это вот первое. Второе, вот, составляющая, как вы сказали, размеры и структура субсидий. Ну, допустим, вот, по прежней методике расчета субсидий предполагалось, что там рентабельность закладывается перевозчика 25%. Ну, пять лет назад 25% действительно было, когда экономика в Казахстане очень быстро росла, это была действительно вот такая условно-средняя там рентабельность по экономике. Сейчас мы понимаем, что темпы роста очень сильно просели, да, и ВВП, и экономики в целом, и отдельных отраслей. Поэтому, ну, 25% это очень много. Это раз. Вторая, допустим, составляющая, амортизация 25% заложена тоже. Ну, что такое 25% амортизации? Это обновление парка там за 4 года. Ну, вот даже посмотреть там на Швецию, там другие страны Европы, у них в среднем возраст парков, ну, вот городских автобусных перевозок, да, в районе 7 лет, да. Ну, 7 лет это более-менее нормально. То есть, тоже вот, ну, 25% это многовато, да, а это десятки миллиардов тенге. И все это ложится в тариф. Да, это все должно ложиться в тариф. Поэтому здесь, ну, ключевая проблема, конечно, это то, что отрасль непрозрачна, а у нас, допустим, бюджетный кодекс требует от администраторов бюджетных программ, чтобы они, обоснованность вот этих размеров субсидий, да, а как он может обоснованно дать размер субсидий, если он, если отрасль непрозрачна, да? Вот он принесет билеты, вот я вот столько продал. Теоретически он должен верить. Ну, а практически, ну... По сегодняшним данным, пусть они будут непрозрачные, растет ли популярность общественного транспорта, то есть начинают ли люди отказываться от своих автомобилей в пользу того, чтобы передвигаться на общественном транспорте. Это, конечно, несет свои плюсы, то есть это оптимизирует транспортные потоки, разгрузит, меньше пробок будет, но при этом тогда должна расти привлекательность этого транспорта. Как сегодня обстоит ситуация именно по популярности общественного транспорта? Ну, вот смотрите, первое, вот я уже сказал, у нас 25 городов, да, где вот примерно 9 миллионов человек наших сограждан живет, и где, собственно, есть вот эти городские общественные перевозки. Это первое. И ситуация от города к городу, она может быть очень разной, да? Это вот первое. Второе, мы посмотрели, когда... Ну, объективных данных нету, да? Ну, мы посмотрели вот эти экономические модели, которые используются на Западе, допустим, вот по Европе, какие факторы же в наибольшей степени влияют на пользование городским общественным транспортом. И вот там факторы очень разные, начиная с темпов экономического роста, то есть когда экономика растет, люди начинают больше работать, соответственно, больше передвигаться, да? Соответственно, больше пользуются городским общественным транспортом. Это вот, думается, первая гипотеза, что чем больше автомобилей, автомобиль, личный автомобиль, это как товар-заменитель. Но вот если посмотреть на международный опыт, то есть, допустим, разных стран, Всемирный банк делал такое исследование, они смотрели структуру, как же передвигается население больших городов, и вот использовали количество автомобилей на тысячу жителей. Ну вот, как показатель пенетрации автомобилей. Вот у нас тоже в районе 30 же, по городам, если смотреть, то, в принципе, выходит, что ситуация может быть очень разной. В одних городах, допустим, 60% населения передвигается на, или даже 70% на городском общественном транспорте, часть пешком, часть на такси, часть на своем, да, остальное. В других городах ситуация может быть кардинально, ну, другой. То есть, наоборот, в силу неразвитости городского общественного транспорта, низкого качества услуг, да, там, и тут же, видите, допустим, когда человек решает, принимает решение, вот там, лично, там, поехать на своем автомобиле или, допустим, на автобусе, он, в том числе, принимает во внимание, там, и цену билета, да, и, допустим, где он припаркуется, грубо говоря, да. То есть, если, не знаю, там, везти в центре города платные парковки, это, как правило, достаточно сильно влияет на использование личного автомобиля. Дорого, да, становится. Да, со своими точками. Ну, и вот такие факторы, там, ну, целая группа факторов. Марат, вы говорили, что у нас используется модель четырехлетнего обновления парка. Ну, это в прежней методике, сейчас поменяли. По вашему мнению, с какой периодительностью должен обновляться парк, автобусный парк? Ну, вообще, в идеале, вот, мне кажется, семь лет, то есть, грубо говоря, там, амортизацию, если 15% заложить в год, да, то это вполне такой нормальный, достаточно обоснованный уровень. И, в принципе, смотрите, вот у нас, вот мы предлагаем, допустим, использовать модель связанных с субсидией. То есть, о чем идет речь? Вот, допустим, если предварительные расчеты сделать, примерно субсидий требуется, там, порядка 100 миллиардов тенге, там, плюс-минус, да? Вот 100 миллиардов тенге, из чего эта сумма складывается? Примерно, вот, если, допустим, 15% автопарка менять, у нас 12,5 тысяч автобусов, вот, ходит на городских автобусных маршрутах. По республике? В целом, да, по стране. А вот уровень износа какой у них средний? Ну, там у них идет, допустим, где-то 60% износ, но тоже надо понимать, допустим, смотрите, если, допустим, китайский Мудан, он там, ну, ряд китайских там автобусов, они там, у них износ, там, даже физически близок, там, в районе 5 лет, да? У нас же очень интенсивно их используют. Ну, представьте, городской автобус, он в день там по 300 километров проходит, каждый день, да, практически, там, ну, если не 7 дней в неделю, то, там, 5-6 дней в неделю, там, это 6 дней в неделю точно, да? То есть это большой износ. Поэтому, там, есть автобусы, которым по 20 лет, да? Там, в регионах смотришь, вообще очень, очень много ужасных, там, фотографий, когда, вот, действительно, транспорт в ужасающем состоянии находится, и, безусловно, его надо менять, обновлять, и без этого, ну, никак нельзя. Вопрос, как давать эти субсидии, да? Вот, смотрите, вот, я приводил пример, что несколько лет назад, допустим, у нас, когда, там, 80 тенге проезд, да, это было 50 центов, да? Достаточно, ну, относительно высокая стоимость. У нас что такое бурное, там, высокий процент обновлений был, там, 15-20 процентов парка менялась? Ну, тоже не факт, да? Поэтому, вот, допустим, и акиматы, когда свою позицию в частных беседах обосновывают, они говорят, ну, дадим мы эти деньги, да? Эти деньги завтра не факт, что обновят даже, да? Поэтому они, там, свое обосновывают. Поэтому мы, вот, предлагаем этот вопрос, как решать? Связанные с субсидией. То есть, вот, теоретически, там, вот этот размер субсидий, он состоит, там, из расходов на амортизацию, там, на топливо, на то, на все. Мы говорим, давайте, вот, эту часть, которая на амортизацию и ремонт новых автобусов, давайте ее изымим и назовем ее, как, это же на обновление капитальных средств, да? Капитальные субсидии, это операционные субсидии. Вот, на солярку, зарплату, это все операционные расходы, да? Операционные субсидии. А вот обновление автопарка, это капитальные субсидии. Давайте вот эти капитальные субсидии, вот, теоретически, как должно происходить? Акимат перечислил субсидии перевозчику, тот должен пойти на завод, там, купить автобус, да? У нас в чем проблема? Первое, закупают зарубежные, да, либо китайские, либо российские. Это деньги уходят из страны, да? А с другой стороны, у нас есть несколько заводов в стране, которые производят эти автобусы. И они всю линейку производят, и достаточно в разумных, ну, ценовых, там, диапазонах, да? То есть, давайте лучше, если будут покупать казахстанские автобусы, это позволит несколько вопросов решить. Первое, вот, ключевой вопрос, это мультипликативный эффект, да? Зачем мы должны, там, налогоплательщики дать 100 миллиардов тенге отрасли, и какой эффект мы от этого получим? Чтобы 80% из них ушли, там, стимулировать китайский автопром или российский? Если эти деньги пойдут через нас, наши заводы, да, у нас сборочное производство, но у них, там, в зависимости от моделей, у них уровень казахстанского содержания от 20 до 50%. И это уже позитивно, да? То есть, это создаст, вот мы там оценивали, примерно несколько тысяч рабочих мест. И это не просто рабочие места, там, не знаю, где низкоквалифицированную труда. Нет, это достаточно вот тот рабочий класс, достаточно квалифицированная рабочая сила. Собирать автобус, это, ну, не каждый может, да? То есть, это вот первый фактор. Второе, если, это вот первый эффект, мультипликативный эффект в виде налогов, рабочих мест для экономики, очень, ну, большой и позитивный, это раз. Второе, вот смотрите, мы говорим же, наша отрасль, городские автобусные перевозки, они привязаны к курсу доллара, да? Вот именно через стоимость автобусов и запчастей. Если будет потихоньку нарастать локализация производства в Казахстане, мы будем потихоньку все меньше зависеть от изменения курса доллара, да? И это сделает отрасль более устойчивей, ну, к возможным потрясениям. Марат, такой вопрос. Мы понимаем, что отрасль нужно развивать, нужно популяризировать ее, но государство не может же в долгосрочной перспективе все время субсидировать эту отрасль. Должны какое-то время субсидирование, потом должны создаться условия, чтобы рынок ушел в конкуренцию, повысился уровень конкуренции. Вот в данном направлении какие-то мысли есть в долгосрочной перспективе? Даже в долгосрочной перспективе мы изучали ситуацию, как же за рубежом, на более развитых рынках. И вот вышло, что все-таки в развитых странах во всех субсидируют городские автобусные перевозки. Практически страны, где не субсидируют, где стоимость билета окупает все расходы, их можно 3-4 страны. Это Китай, Гонконг, по сути, часть Китая. По сути, там несколько стран. То есть вопрос в размере субсидирования. От 20% до 70% операционных расходов субсидируется. Это как плата за цивилизацию, что ли? Каждые, допустим, 10 тенге повышения стоимости билета на стране, это уменьшает размер требуемых субсидий на примерно 20 миллиардов тенге. То есть либо повышать стоимость проезда, но, соответственно, мы приводили цифры по тому, что зарплаты у нас не так сильно растут. Вот комитет по статистике публикует же, медианная зарплата по стране 82 тысячи тенге. 82 тысячи тенге минус процентов 15-17 на налоги. Ну, представьте, на вот эти деньги жить, и если цена билета будет 100, 120, 150 тенге, ну, очень, наверное, больше негатива принесет. Отрасль зайдет в тупик такой ситуации. Нет, отрасль будет нормально, с другой стороны, вот населению, вот те 30-50 процентов, те несколько миллионов человек, которые ездят на городском учрежденном транспорте, качество жизни их очень сильно усилит, ухудшится. И насколько это отвечает требованиям общества нашего, страны. То есть мы этого хотим или все-таки мы хотим более гармоничного развития? Марат, экономическую сторону мы с вами рассмотрели, касательно вопроса стороны технической. То есть экономика зависит от эффективности, насколько эффективна выстроена работа. Как вы сегодня оцените эффективность работы общественного транспорта с точки зрения выстроения маршрутов, загруженности, эффективности работы автобусов? К примеру, может быть, увеличивается доля экологического транспорта? Расскажите, пожалуйста. Безусловно, здесь очень огромный, тоже, на мой взгляд, пласт проблем накоплен. То есть вопросы оптимизации маршрутной сети, он стоит очень остро. То есть мы видим, когда очень много нареканий со стороны населения, допустим, пассажиров, когда автобусы начинают гонять, догонялки устраивать на улицах наших городов. Это всех раздражает, все понимают, что это несет риски для всех. И для пассажиров автобуса, и других участников движения. Да и просто для пассажиров, кто там по тротуару идет. Проблема в чем? В том, что не оптимизирована маршрутная сеть. Вот, кстати, внедрение вот этих автоматических счетчиков пассажиров позволило бы нам не предполагать, какие же у нас де-факто транспортные потоки. А уже в режиме реального времени смотреть, где человек зашел, где вышел. И мы сможем видеть вот эту картину всех пассажирских потоков. А сейчас вот этих программ, даже бесплатных компьютерных программ по оптимизации вот этих маршрутов, их достаточно много. То есть вот если бы у нас были реальные, живые, адекватные цифры по пассажирским потокам, тогда это можно было бы выстроить оптимальную маршрутную сеть так, чтобы у нас автобусы не гонялись друг за другом, не устраивали гонки. Это вот по оптимизации маршрутной сети. Это вот первый вопрос. Поскольку у нас, смотрите, сейчас города уже заказывают там десятки миллионов тенге стратегий по вот именно по оптимизации маршрутной сети. Ну, это сейчас вы создали, да? А представьте, там вот у нас уровень автомобилизации, да? Ну, то есть количество автомобилей, ну, все время растет, да? Ну, представьте, вот, допустим, я помню, мы выезжали в город Балхаш, вот они говорили, слушайте, вот за последний год в город Балхаш, там, ну, к примеру, там, зарегистрировано в ГАИ 5 тысяч новых автомобилей. Для небольшого города, представьте, вот они говорят, вот у нас там большие потоки, когда с комбината уезжают, ну, вот там, он приехал на машине, он там, они там троем-четвером кооперируются и доезжают там, ну, своим. Для нас это снижение пассажиропотока на 30%. Не подтвердить, не опровергнуть это невозможно. Когда у вас автоматические счетчики пассажиров, вы четко видите, где сколько у вас людей переезжает, где они выходят, соответственно, вы выстраиваете вот эту маршрутную сеть. Дорого ли обойдутся такие системы для перевозчиков? С одной стороны, вот, допустим, на большой такой 12-метровый автобус, там, в районе полутора тысяч долларов, думается, ну, это большие деньги, да? Но в целом на страну, там, это выходит где-то 6 миллиардов тенге в год. Ну, не в год, а вот разовые затраты. Потом, конечно, какой-то процент будет ломаться, их надо обновлять. Это вот раз. С другой стороны, вот, мы разговаривали с компаниями, то есть, вот, необходимо устанавливать сразу три системы. То есть, автоматический счетчик пассажиров, электронное билетирование и GPS-трекер, да? Все три системы вместе, они вот где-то в районе, там, 6 миллиардов и стоят. То есть, если у нас, смотрите, там, вот, мировой опыт, 5-7% от стоимости билета, да? Вот у нас всего рынок, вот, городских автобусных перевоз, где-то 150 миллиардов тенге. Ну, представьте, с него 7%, да? 10,5 миллиардов тенге в год. Вопрос по развитию других видов общественного транспорта, то есть, это легкорельсовый транспорт. Какие перспективы, именно, развития на электрической тяге? Ну, безусловно, вот такой общий тренд есть, то есть, в мировом, так сказать, развитии автомобильного транспорта. Есть достаточно успешные примеры, когда тестировали автобусы, допустим, вот, с учетом наших климатических условий, вот, электроавтобусы, там, в Караганде, в Кокштау, да? Да, заявляются достаточно неплохие результаты. Вопрос в цене, да? То есть, вот, допустим, вот, когда мы ругаем, почему неправильно, когда государство начинает заниматься городскими автобусными перевозками, создавая свои муниципальные автопарки? Это, кроме тех примеров, допустим, что, допустим, вот, в Алматы в 2010-2012 годах, за три года они создали три муниципальных автопарка, потом, через несколько лет, буквально через 3-4 года, на них закупили новые, абсолютно новые, там, автобусы китайского производства, все. Через 3-4 года выяснилось, что треть из этих автобусов в совершенно нерабочем состоянии стоит. Вот эта компания, их три парка объединили в один, они, миллиардная задолженность, все убыточно, зарплату не платят, все плохо и ужасно. Его там передали в доверительное управление, государство в лице Акимата со своих денег закрыло кредит, на который купили эти автобусы, да? То же самое, вот, мы видим, допустим, в Астане, да, создали, вот, закупили очень новый, хороший автобус, но очень дорогие, да? Не надо нам автобусы за 300 тысяч долларов. Почему? Потому что у нас ВВП, вот, в размере, да, у нас, в связи с тем, что цены на нефть упали, у нас ВВП очень сильно сжалось. То есть, допустим, в 2014 году мы были на пике где-то там 240 миллиардов долларов, сейчас мы там по вот, по 2016 году, допустим, мы упали там до 140 миллиардов, да? На 40 процентов экономика сократилась. И вот эти прежние привычки, когда мы покупаем самое дорогое, самое лучшее, они, когда билет 80 тенге, это 25 центов, ну, когда он окупится? Ну, близко там к бесконечности, да? То есть, он не окупится. Поэтому, когда мы говорим легкорельсовый транспорт, надо, наверное, очень сильно думать и просчитывать, насколько у нас там плотность населения, да? Насколько у нас это все будет окупаться. Это раз. По электротранспорту, да, тренд хорош, но вопрос по какой цене, да? Я бы вот вначале поставил бы GPS, автоматические счетчики пассажиров и уже четко понял, какие пассажирские потоки, сколько денег генерится. И тогда уже смотрел, автобус с какой стоимостью у нас окупится за эти 5-7 лет. Марат, к сожалению, время нашей передачи ограничено. Спасибо вам большое за интересную беседу. Будем рады вас видеть снова у нас в студии. Ну, а наша передача подошла к завершению. Увидимся с вами на следующей неделе. До встречи на Атомникен Бизнес Чанел.